Вот так вот водоканал наш затапливает гаражи. Два гаража затоплены вместе с картошкой, яблоками и всем остальным. Теперь водители гаражного кооператива на улице Пугачёва начинают свое утро с откапывания застрявших машин. Притом стараются они сделать это как можно быстрее, ведь образовавшаяся река – это фекалии. Русло образовавшейся реки легко заметить по расстаившему снегу. Течет она от дома на улице Пугачёва семя до гаражей. Ситуация происходит не впервые. Текут нечистоты постоянно. А местные жители устали с этим бороться. Каждую неделю, вот три дня подряд они приезжали, воду сливали. Кто сливал? Водоканал. А в смысле сливал? Ну они вот здесь вот прочищали, а там сливалась вода. Учитывая, что там вот как слив идет, грязь, пакеты, туалетная бумага, все, что есть, все это в гараже стекало. Мужчина сообщил, что продолжается это на протяжении семи лет. И городскую службу винят многие жители ближайших домов. Водоканал сказал, что сегодня ничего делать мы не будем. Нам наплевать на ваши гаражи. Приедем завтра, если сможем. Водоканале рассказали, что люди к ним действительно обращались. Вот только помочь не смогли. В выходной день не работают люди. Там только дежурная была бригада. А сегодня уже занялись с ними вплотную. То есть получается, когда выходной, людям просто ничего не остается, как вот жить с этим. Нет, зря вот так говорить. У нас дежурная бригада, она выезжает и прочищает. Я вам еще раз говорю, вчера они выезжали, но не смогли пробить. Был очень сильный засор. Бригада работает в настоящий момент, промывает канализацию. Правда, надолго ли это поможет? Местные жители рассказали, что канализационные стойки попали и в подвал дома 7А по улице Пугачева. В доме там такой пар вообще все тикет. Ничего не... То есть это все и в дом идет? Ну да, вы зайдите посмотреть, там что творится. Ведущий инженер водоканала говорит, что это уже проблема управляющей компанией. Видимо, система в доме не герметичная. А вот по поводу канализации он ответил просто. Надо уметь ею пользоваться. Говорит, жильцы постоянно сбрасывают туда газеты, пакеты и тряпки. Да и сама канализационная система уже порядком изношена. У канализации тогда была бесхозная. Это же было общежитие. На баланс ее приняли в бесхозном состоянии 2 года назад. И то было распоряжение в администрации города. А как-то планируется исправлять вот эти вот проблемы с канализацией? Денеги будут, да. И будут ее перекладывать. У нас в одном районе 70% износ на 250 километров сети. Вот ответьте на этот вопрос. Сами попробуйте. Сможно заменить все эти сети 250 километров? Ну, хотя бы за 10 дней, лет. А в каком это районе? Это только Октябрьский. Алексей рассказал, что примерно такой же износ и у других канализационных сетей по городу. По словам ведущего инженера, решение этой проблемы упирается в бюджет и время. А пока каждый серьезный засор будет сопровождаться реками фекалий. Мужчина уточнил, что эксплуатация канализационных сетей зависит и от самих людей. Получается, что при должном использовании остается только ждать, когда сами трубы просто придут в негодность. Валерий Седов, Сергей Данилин, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.